В день воспоминания чуда, совершенного Архангелом Михаилом в Ханях, в храме в честь иконы Божьей Матери Нечаянной Радость в Новомосковске, состоялась Божественная Литургия. Богослужение и крестный ход в честь Малого Престольного Праздника совершил благочинный Новомосковского округа протеерей Владимир Лысиков. Вы помните всегда, что в самой безвыходной, в самой трудной и по-человечески кажущейся неразрешимой проблеме всегда есть с нами Архангел Михаил, есть Ангел-Хранитель, есть небесные бесплотные силы, которые управляют все так, как нужно для нашего спасения. И это непреложная истина, и об этом и говорит чудо Архангелу Михаилу в Хоне. Символично, что по завершении престольного торжества, во время которого русская православная церковь вспоминает, как по молитвам Пономаря Архипа, Архангелом Михаилом был спасен храм, который язычники пытались уничтожить, направив на него две реки, в Центральной библиотеке Новомосковска прошел круглый стол по теме сохранения творения Божия, посвященный вопросам экологии и начавшейся с просмотра проповеди Святейшего Патриарха Московского всея Руси Кирилла о важности бережного отношения к окружающему миру. Невероятно развивается научно-технический прогресс, который требует все больше ресурсов, и не только человеческих, но и ресурсов Земли. Но ведь все эти ресурсы не бесконечны. Бог дал людям эти ресурсы для того, чтобы не достигнув определенного уровня умственного и нравственного развития, смогли затем разумно употреблять эти ресурсы. Вопрос экологии, охраны окружающей среды и экологическое воспитание наших детей волнует не только светское общество, но и православное. Именно поэтому Тульская региональная общественная организация экологическая защита и Новомосковское благочение подписали в июле этого месяца соглашение об сотрудничестве в этом направлении. И сегодня мы проводим первый межмуниципальный общественно-церковный круглый стол именно по этим вопросам, где будут подняты вопросы экологии и будут выдвинуты очень интересные инициативы и пути их решения. Весной 2019 года активисты экологической защиты посетили Беларусь, где ознакомились с проводимыми там природоохранными мероприятиями. Одним из интересных опытов белорусских собратьев явился опыт церковно-экологического взаимодействия и, в частности, акция «Живая память. Живые цветы». Акция заключается в том, что священнослужители Беларусь призывают своих сограждан не нести на кладбище искусственные цветы, изготовленные из синтетических материалов. Наша организация хотела бы на этом круглом столе предложить всем присутствующим участникам и инициировать проведение подобной акции в нашем городе. В день воспоминания чуда, произошедшего в Хонях, которое совершил архистротик Божий Михаил, мы желаем, чтобы все участники нашего сегодняшнего круглого стола по теме экологии сохранения творения Божия укреплялись в вере как архип. И чтобы архангел Михаил, который сумел усмирить стихию и направить ее мимо храма, построенного архипом, мы желаем, чтобы все люди задумывались о важности сохранения творения Божия и охраняли и берегли нашу драгоценную природу. В работе круглого стола приняли участие представители научной и политической элиты, органов местного самоуправления и общественных организаций, а также духовенства Тульской епархии. Мы желаем всем передать благословение нашу правящую владыке, митрополита Алексея. Он всегда очень внимательно, очень трепетно и очень правильно вот эту работу, которая ведется по сохранению творения Божия, он осуществляет в пределах нашей епархии. И он также всем нам желает плодотворной работы, чтобы у нас было что-то получилось хорошее в результате нашей сегодняшней встречи. Природа, согласно библейскому учению, это творение любви Божией и лишь любовью человека может и должна быть сохранена. Вы вдумайтесь, мы вторгаемся в сферу не чисто производственную, сохранение чего-то, а мы вторгаемся в нравственную, уже в духовную сферу, и именно с нее мы начинаем говорить о том, что вообще, ну как сохранить наши леса, рыбу, зверей и прочее. Я бы, наверное, видела это направление и развитие его именно в воспитании, в воспитании людей, в воспитании молодежи, потому что, к сожалению, пока мы не начнем воспитывать то поколение, которое будет относиться к вопросам экологии с уважением и пониманием, у нас не будет с вами в этом направлении никаких продвижений. И, наверное, еще нет понимания окончательно, что же должно родиться по итогу этого мероприятия, когда есть и органы законодательной власти, органы исполнительной власти, и общественность, и, самое главное, православная церковь, которая все это дело объединяет. Я думаю, что вот этот формат, он интересен, и будет он интересен для трансляции с другой стороны, как раз для нашего населения, тех идей и тех предложений, которые будут. Поэтому все время успешной работы, а этому направлению хорошего развития. Вашему благочинию досталось место уникальное. Ну, мало того, что сама Тульская область представляет, если посмотрите на карту, сердце, да, это сердцевина России по многим позициям, да. Более того, именно вот на территории вашего благочиния встречаются две колоссальные стихии. Степная стихия и лесная стихия. Это лесостепь. И здесь идет удвоение видового разнообразия, за которое, в общем, мы все отвечаем. Если мы разрушим это разнообразие, мы разрушим природу в самой ее сердцевине. Вы знаете, что здесь, так сказать, почему народ стремится покупать здесь дачи, чувствует здесь себя легко, привольно. Потому что здесь есть равновесие. Есть такой коэффициент Иваново гидрологический, где сколько осадков выпадает, столько испаряется. Здесь нет болот, нет комаров. Приезжайте на Куликово поле, там, может быть, в отдельных местах, да. Я уже не говорю о, так сказать, симфоническом мышлении у людей, живущих на этой территории. Тут минимум пять классиков мировой культуры, я не буду их называть, жили, творили, функционировали на этой территории. Представляете, какая высокая ответственность вашего благочиния перед природой, перед сердцевиной России. И я думаю, что все мы, мало того, кто родился, и кто здесь поселился, и кто помнит об этом месте, мы все ваши помощники. В завершении работы Круглого Стола его участниками была принята резолюция, рекомендующая общественным организациям и органам местного самоуправления усилить сотрудничество с Тульской епархией по вопросам разъяснительной работы о важности благоговейного отношения к окружающему миру, как к творению Божию, подкрепляя это сработничество реальными совместными мероприятиями экологической направленности. Продолжение следует...